Да, всем привет. Меня зовут Игорь. Я сейчас расскажу про недавнее соревнование, которое было, опять же, на Кегле, по поводу идентификации китов по их хвостам. Вот такое вот соревнование было. Очень специфическое, я бы сказал. Расскажу про команду, про проблему, датасет, наши подходы, то, что мы наделали на технике космолета, какие проблемы были. И расскажу, что сделали победители. Значит, началось все того, на этом НИПСе в Монреале я сидел, начался соревнование, мы переписывались с Настей, и я говорю, вот смотри, соревнование, у нее как раз была статья на этом НИПСе по похожей задаче. Я такая, о, давай попробуем. Ну, в общем, мы начали с ней вместе пробовать это. Я сидел в перерывах между докладами на НИПСе и размечал датасет. Параллельно Настя начала уговаривать Диму Мишкина, чтобы он подключился к нам. Он сказал, что я попробую, ну, посмотрим. Ну, в общем, в итоге получилось вот так. Вот так у нас получилась команда. Значит, проблема какая была? Проблема была такая, что, в общем, есть океан, есть зоологи, которые, океанологи, которые изучают фауну. И оказывается, что горбатых китов, на самом деле, очень мало на планете Земля, и они мигрируют, у них меняется местоположение, где они живут. И для того, чтобы их опознавать, они, как бы зоологи, делают фотографии хвостов. Хвосты у них уникальны, меняются с возрастом, да, но, тем не менее, в принципе, они не особо так и меняются, ну, как у человека лицо. Для того, чтобы оценивать миграцию популяции китов, вот была такая задача размещена. Значит, вот как-то так. Вот под таким вот картиночком нужно было брать и распознавать, кто это, кто чей брат. Да, значит, всего было 5000 разных инстансов, разных братьев, плюс еще были так называемые New Vale, где было непонятно что. Ну, то есть там были хвосты, могли быть хвосты одинакового кита, могли быть разных, но там было их очень много. Вот, в тренировке было 25 тысяч плюс картинок, совершенно разных, совершенно разных ракурсов, совершенно разных возрастов, разных фотографий, разных, скажем так, разного происхождения под разными углами, от черно-белых вот таких вот до цветных, добычных разрешений, вот в тесте было 7, почти 8 тысяч картинок, был JPEG, ну, то есть разное разрешение, разные масштабы и все по-разному. В общем, я говорил, что я размечал датасет, да, я размечал датасет под дачу детекции, потому что, как видно здесь, по сути, хвостик занимает там треть картинки, а все остальное – это вода, и нам она не особо нужна. Ну, это здесь так. А вообще там были картинки, где хвост был совсем, там занимал процентов 10. Ну, и нужно было это все делать. Значит, распределение данных было примерно вот такое, то есть было очень много ваншотов. И это та проблема, которая, по сути, достаточно большая для матрик-лернинга, для персонари-айди, когда есть просто ваншоты, что с ними делать. Ну, мы что с нами начали с ними делать? Сейчас расскажу. В общем, были вот такие вот ваншоты, уникальные хвосты, были хвосты, которым там лет по 100, то есть, по сути, вот какие-то схематические изображения, были фотографии, были свежие, старые, черно-белые, что попало, зашумленные были. Мерилось это все по такой достаточно стандартной метрике для подобного рода задач. Это map 5, min-overish precision, то есть, нам нужно было предсказать 5 вероятных, для каждой картинки, 5 вероятных ID для этой картинки, кто там китового хвоста, который там был. Если мы угадываем первым, получаем единичку за эту картинку, если вторым, мы получаем 50, ну, то есть, 0,5 и так далее. То есть, один на вероятность, то есть, на положение. То есть, нам было бы хорошо угадывать по этой метрике, чтобы наш хвост был, по сути, первым из этой пятерки. Если он не первый, то это проблема. Но если он не попадает вообще в пятерку, то тогда вообще бедося. Значит, что было? Оказалось, что это соревнование было продолжением подобного, которое было буквально недавно, по сути, в Kaggle Playground. Там все решали, сначала классификация, решали, решали, решали. А потом ворвался мужичок, который взял и сделал сиамскую сетку, выложил решение. И очень много людей, которые решали уже повторное это соревнование за деньги, они брали исходно его по сути, его наработки кода. Там был код на керосе, очень непонятно написанный, очень такой спагеттиобразный. Там делалось и пятый, и десятый. И там отдельно был детектор, отдельно было все. Решались лапы. В общем, кто-то его смог завести и достаточно хорошо поднялся. Но не об этом. Что мы делали? Значит, сначала был имиджкропер. Это было очевидно, что нужно сделать детектор, который бы кропал бы хвосты. В общем, как первое приближение мы взяли и обучили ретину. Ретина.net. Достаточно простой. На разнет 50 обучили. На самом деле получилось так, что не нашли мы из всех, по сути, 35 тысяч картинок, мы не нашли только на 10, по-моему, штуках китовые хвосты. Это был достаточно хороший результат. Потом мы попробовали следующее. У нас таким тоже был юнетик. Это мы потом уже попробовали и сделали разметку масок для того, чтобы убрать фон. И тоже, по сути, делать bounding box и все такое. Мы думали так, что давайте сделаем маску, маску будем потом делать, ей как бы attention для дальнейшего использования. Чтобы у нас сеть не смотрела на океан, не смотрела на что там происходит, просто смотрела на хвост. Для этого мы зануляли то, что было вокруг. Такое тоже было. И в некоторых моментах детектор работал лучше, находил некоторые хвосты. В некоторых моментах сегментатор работал лучше. Нормальную эвристику такую, чтобы понимать, где лучше, где хуже, мы так и не сделали. Поэтому в итоге у нас был детектор. В финальном… То есть bounding box были на основе детектора. Что еще? Потом в процессе того, чтобы улучшить это все, Настя решила, давайте сделаем keypoint и попробуем сделать еще alignment, выравнивание хвостов, для того, чтобы вот такие перевернутые, какие-то повернутые и выкрученные хвосты стали вот такими, для того, чтобы мы учили, по сути, на выровненных хвостах. Обучили регрессор, что-то он научился делать, где-то мы повернули и может быть что-то дало, а может быть и нет. Непонятно. Еще были половинки хвостов. Половинки хвостов для модели было совершенно сложно вообще куда-то относить, поэтому решили сделать классификатор на половинке хвостов. Мы сделали классификатор, ну и что делать с половинками? Давайте будем их дополнять. Будем делать из половинок полный хвост. Ну вот такая вот такая вот химера получилась. Это был по сути хвост, половинка, который дополнился другой половинкой, ну отзеркаленной. Выглядит на самом деле не очень хорошо, но особо это ничего не докинуло. Ну где-то докинуло, где-то нет, но в принципе не особо. Что было дальше? Дальше решали и вот таким вот подходом, ну и ничего стандартным, который используется в имидж-ритриволе и персонал реайди. Это как бы мы использовали триплит-лосс и мы использовали джем-пуллинг, по сути, который позволял нам чуть лучше, делать чуть лучше, чем обычный, какой-то MaxPool или там ConCatPool или что угодно. И по сути триплит-лосс, для тех, кто не знает, это такая вот функция, которая позволяет нам в процессе обучения разнести позитивный и негативный максимально далеко, которые близки изначально были, а позитивный смести в кучку. То есть получается так, что мы формируем некие такие вот кластера наших объектов. То есть сеть учит некие эмбеддинги, а не классифицируют. Как это получается? Получается так, что в процессе обучения мы берем, считаем наши меры близости, лоссы, что угодно, как угодно, мы получаем, по сути, некие расстояния и дальше нам нужно найти для нашего условно некого объекта, его ближайший из его класса и его наиболее дальний и его ближайший из другого класса. И, по сути, мы это дальше пытаемся оптимизировать. Вот такая вот штука была. Как мы это все делали теперь? Теперь мы, значит, дергали картинки, мы забирали эти данные для того, чтобы работать с ваншотами, мы их аугментировали так, чтобы мать родная не узнала. Там всякие повороты, довороты, изменения цвета, все что угодно, кропы, смещения, ну, то есть, они очень сильно изменялись. Потом, по сути, мы начали использовать те же лапы, решали, но потом вернулись к православному такому хард-негатив-майнингу, который нам все замедлил в два раза, но, тем не менее, по сути, ничего не поменял. Но мы так и оставили с ним уже, потому что была лень что-то менять. То есть, мы в конце каждой эпохи считали негативы и формировали бачи на следующую эпоху и дальше, по сути, по этому проходили. Пробовали еще делать онлайн хард-негатив-майнинг, но, в принципе, разницы особой тоже никакой не было, как оказалось. Вот. Валидация, у нас были тоже проблемы. У нас очень долго не получалось сделать нормальную валидацию. Ну, по сути, так у нас не получилось сделать. потому что у нас локально там получались скоры порядка 97-98, а на лидерборде получалось на 10% меньше. Потом попробовали такой вот был экспериментик, посчитали точность, которая на имиджнете считается, типа, топ-5. Оказалось, что у нас, ну, то есть, для некоторых сэмплов у нас позиция в вот этот вот маппять, она перепутанная. То есть, мы предсказываем пятерки правильно, но нам нужно поменять, то есть, отранжировать их правильно. то есть, это тоже у нас был момент, который у нас нормально сделать не получилось. Вот. Что еще? Вот. Ну, по сути, ваншоты мы аугментировали, валидировались мы как попало. Вот. Что еще было? Было то, что предыдущее соревнование, которое было, там были данные очень похожие, но другие. Мы попробовали взять оттуда надергать данных, как-то это преобразовать и использовать как нашу валидацию. То есть, поставить по расстоянию. Это были, по сути, наши, наша валидация. Единственное, которое более-менее как-то работало. Вот. Значит, как мы учили? Сначала мы учили, ну, естественно, больше картинка, больше данных. Давайте будем учить на картинках покрупнее, на кропах побольше. Вот. Ресайзли до 360 на 720. Логично. Хвостик, он у нас прямоугольный, а не квадратный, поэтому вот пытались на таком учить. Потом начали потихоньку спускаться, 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 до ниже. Ну, в итоге закончилось все на квадратах 384 на 384. Вот. Обучалось все, что угодно. Ну, то есть, весь зоопарк, который был в торче, мы попробовали. Оказалось, что, ну, то есть, на валидации у нас все давало примерно одинаковые результаты, но на лидерборде давало нормальные результаты только там с AER is next, Resnet 50 и больше. И на удивление вот эта вот магическая VGG 16. Мы не знали, как это получалось, но она работала достаточно хорошо. Вот. Батч сайз мы запихивали ну, сколько можно было, сколько влазило. И училось это все с мульти-степ LR 800 эпох, ну, то есть, 500 первых эпох училось с 5 на 10 минус 4 и дальше уменьшали еще больше еще 300 эпох. Вот. Доходило. Ну, по сути, hard negative mining в конце каждой эпохи, а из-за аугментации это все училось с рандоморейзингом и минимальными афинными преобразованиями. и, по сути, еще изменяли яркость. Вот это вот все такой вот комбайн был. Это все училось с триплетом и училось примерно, то есть, на одном фолде и училось в течение дней четырех на одной карточке. А бывало и на четырех карточках училось в течение четырех дней, ну, то есть, в зависимости от сетки, которая, то есть, какой-нибудь CRSNX учился дня три на двух-трех картах. Очень долго, очень медленно, но потом оказалось, что есть другая магия. Магия была следующая. Вот, когда Дима присоединился к нашей команде, он начинал все делать с того, что, типа, на форме выложили код адепта FASTA я и вот такого вот парня Радека, и он там начал активно его контрибьютировать в этот код в GitHub. Ну, и Дима, по сути, взял этот код и начал его допиливать. И, по сути, на классификации он выбил 0.9+. Чисто на классификации модифицируя код, который был там. И это было, на самом деле, очень много по сравнению с тем, что код давал изначально. Это было плюс 15%, по-моему, или там плюс 18. Чисто просто изменение на режим обучения. был взят за основу и там дальше началась с ним черная магия. Loss был заменен из обычной крусантропии, которая там была использована, или фока лосса, там не особо важно, на вот такую вот модную штучку называется ring loss, которая позволяет просто на признак вот такие вот кластерочки делать более сжатые и формировать кольцо. Пробовалось еще очень много всего в качестве функции потерь, но в итоге закончилось все на вот таком. вот насколько я помню. Была другая еще статья ensemble.net, которая позволяла развести выходы классификации и получить отдельно софтмаксы для каждого класса. Вот, это тоже он пробовал и это вроде как накинуло тоже. Что еще было? Ну, по сути, вот это все вот так вот училось стандартными для фаста.yaya плюшками типа one-cycle policy, а потом разморозка и продолжение one-cycle policy. Обучалось это все с валидацией сначала, подбирались по валидации некие пороги для нового кита и дальше валидация выбрасывалась и училась на всех данных. Это было все хорошо, было все классно и оно в ансамбле хорошо набрасывало, но потом оказалось, что можно делать еще круче. можно брать и инициализироваться не с имиджнета для этих всех моделей, а с нашего метрик лернинга, который мы учили в течение вот этих четырех дней, потому что в какой-то определенный момент все эти ринг-лоссы и ансембл-неты стали давать результат лучше, чем метрик, и нас это очень сильно вымораживало, то есть мы просто не понимали, мы были в недоумении, как это так, ну как это так, то есть мы тут учим, 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 а тут по сути за часов 8 бац и готово. Ну в общем оказалось, что эти чекпоинты были такие нужные, и мы их взяли сюда, засунули, и это дало совершенно сильно большой прирост, по сути плюс там 2% на паблике на private везде. Вот, какие были проблемы? Проблемы были, ну наверное самая большая проблема, это то, что разные айдишники точнее разные айдишники для одного и того же кита. Как с этим было, что с ним было делать, непонятно. То есть по сути вот эти вот верхний ряд это один и тот же кит, ну видно, вот тут есть черточка там, но айди у них у всех разные. Как с этим быть никто не знал. Ну то есть как их сортировать, в каком порядке, потому что если, например, это должен был быть не вейл, а мы указывали одну из этих, а указывали их там не на первом месте, на втором, на третьем, то мы сразу теряли очки. По сути на одном сэмпле, то же самое касается по сути много других. Что еще? Были проблемы детектирования. Вон там вот чайочка в левом нижнем углу, вот кусочек хвостика и кусочек крылышка. Почему-то детектор подумал, что это хвостик такой. И это тоже была беда. Это мы потом уже поняли в самом конце, когда начали смотреть, что же у нас на выходе детектора. Поэтому эти 10 картинок, которые он не нашел, оказалось чуть больше, потому что эвристику для такого мы тоже не придумали. И было вот так вот. Черт с ним. Были еще такие картинки, где вообще непонятно, что там происходит. Просто какие-то там шумы. Были хвосты, которые непонятно с какой-нибудь ориентацией. То есть это океан вверху или океан внизу, или как вообще это, ну, какое-нибудь положение. И как их поворачивать? Было неясно. Какие еще были проблемы? Были проблемы вот такие. И как видно, вот это вот, кстати, я сейчас заметил, что этот хвостик очень, а нет, не похож. Ну, в общем, были вот такие вот картинки, где, по сути, это иллюстрация. Что еще было? Было вот такое, когда на картинке было два хвоста, было три хвоста, была вообще какая-то стая китов, и все хвостики вверх. Какой из них наш, мы не знали. Ну, то есть детектор, что выдавал, какой-то первый попавшийся, мы брали там самые уверенные. Какой из них самый уверенный, ну, было не особо ясно. Вот, что еще было? Это мой комп. Да, это проблема. Это была большая проблема, потому что, когда я вернулся с НИПС, я такой, вот сейчас вот начну тренькать, начну тренькать, перехожу, включаю, а он не работает. Ну, вот, это было очень странно. Настя говорит, у меня папа, у него хобби, ремонтировать компы, можешь к ним обратиться, я давай вынимать свои карточки, разбирать, повез, его привез. Он говорит, ну, блок питания давайте посмотрим. Ну, посмотрели блок питания, повез на работу, ребята посмотрели, все с ним хорошо. Что же дальше? Ну, в итоге я недельку просидел у Насти дома, пока Настя была в Лозане. Ну, пока, да. Вот. И в итоге оказалось, что материнка. Я с ней повозился, 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 в итоге отремонтировал, но, тем не менее, сейчас все работает, но момент, когда он начал таки работать, это был большой-большой прорыв, и мы могли начать нормально работать дальше. Это был такой небольшой затык. Что еще было? Мы пытались сделать балансировку на основании просто каких-то распределений, которые там были, которые были в тесте, в трейне, и, в общем, это тоже что-то нам накидывало, где-то нет. Где-то да, где-то нет. По факту это могло дать нам больше, чем мы получили. Лидерборд. Мы были на восьмом, мы были на соревновании, мы были где-то там на первом, втором, третьем месте, мы долго держались, а потом под конец начали потихоньку сваливаться вниз. Вот мы так вот скатились, и на прайвете мы, по сути, скатились и поднялись. почему? Ну, вот так вот получилось. Что не сработало? Не сработало вот то, что используются там в основном для всяких ретриволов, это whitening, PCA. Мы пытались для инициализироваться на предобученных классификаторов для метрик-лернинга. То есть мы пытались обучить классификатор на китах просто, чтобы он делал классификацию с обычной кросс-энтропией, а потом это все использовать как предобученный энкодер. Это давало худший результат, чем брать ImageNet. Пробовали контраст и влоз, не зашло. Хотя у ребят, которые были на лидерборде, там повыше, пониже, у них сиамские сети с контрастом влозом давали нормальный результат. Пытались делать фьюжн лейеров. Мы забирали для того, чтобы потом делать наш поиск по эмбеддингу. Мы дергали с разных слоев резнетов фичи, конкатинировали их, и по сути это были наши представления. Пробовали это делать на резнет 34, на резнет 50, это работало. Когда начали использовать всякие саи резнексты, это работать перестало. Или мы просто не научились нормально дергать оттуда фичи. Что еще? Пробовали балансировать распределение. Оно не особо накинуло на то, что я и сказал. Реранг тоже не сработал. Псевдолей бы нормально не получилось сделать. Либо мы их неправильно замешивали, либо что-то еще. По сути, у нас сетка давала точно такой же результат. Она, по сути, то же самое учила. По ТТА мы учили с флипами, что, в принципе, было как бы на форуме писали очень активно, что флипы, это типа можно взять сделать флип, и это будет для вашего кита как нью вейл, и главный дистрактор будет. Но мы учились с флипами, и, в принципе, оно работало нормально. Вот. То есть, что еще? А, вот. Накрутили cycle learning rate, пробовали всякие чекпоинты забирать оттуда фичи. тоже не особо, ну, то есть, по времени тренировки сильно набрасывало, а по качеству не особо. Вот. Что еще? Не зашли всякие вот arc face, cost face и другие модификации face, которые используются для face recognition. Focal loss тоже, BCE тоже. Вот. Что еще? Вот. Использование любого нью вейла у нас не получилось нормально его использовать. Ну, то есть, он был и вопрос того, где находить их, как их домешать, как их использовать более умно, а не просто как дистрактор, мы не придумали. Оверсэмплинги тоже не особо добрасывали. Вот как раз вот то, что random race, я говорил, для метрика набрасывало, для классификации, оно дело только хуже. Вот. По аугментации там были достаточно простые и вот как раз фастаяевский, который там Дима взял, там, по сути, он выпил оттуда флип, оставил стандартное. Вот. Пробовали еще детектирование контура. Тоже не особо дало. То есть, что только не делали, пробовали все, что угодно. Был бы достаточно большой космолет, по сути, в котором был и детектор, и сегментатор, и кипоинты, и метрик, и потом это все заворачивалось в классификацию, и на выходе, по сути, получалось вот ансамбль из классификационных моделей, которые были обучены на всем том зоопарке. А что было у победителей? Победителя была, по сути, вот такая вот хитрая штучка, которая училась на 512 на 256 картинках, в которой они использовали такие маски. Они их использовали чуть иначе, чем мы подумали. то есть логично было предположить, что их можно просто перемножить, но они решили, а давайте мы добавим четвертый канал в нашу сетку, куда будем пропихивать маску. И вот они обучили юнет, разметили все данные, добросили эту вот маску, которая была где-то хорошая, где-то не очень, и вот, собственно, все долейбы добросили, флипы добросили, и балансировка вот у них как раз дала плюс 0,1%, и вот они получили вот такой вот результат. Что еще было? Была вот по сути кросс-энтропия для классификации и триплеты отдельно. То есть они по сути делали такой мультитаск, триплет помогал формировать нормальные эмбеддинги для того, чтобы уже было классифицировать, а вот BCE для того, чтобы это все не использовать никакие там фаисы и аной и не делать аэнэнны, а просто брать и классифицировать as it is. Вот, собственно, вот так вот. Решение расписано вот еще раз это все наши две части. Это на медиуме у Димы и у Насти и, собственно, код, который есть, вот Дима расшарил, это по классификации. Вот, собственно, все. Спасибо большое. Привет. Спасибо за классную работу и рассказ. Есть несколько вопросов. Первый. Какая длина feature-vector была для кита? Для кита была длина feature-vector такая, какая была, по сути, вот, для сетки. То есть было от 512 до 2048. То есть не урезали, там не делали? Мы не делали, мы просто забирали просто из предобычной сетки, сколько у нас получалось, столько и брали. А еще вопрос, когда тренировали ArcFace и CosFace, какую точность он давал, почему он не работал, как думаешь? У кого-то работал, там были люди, которые заняли выше места, чем у нас, и у них работал ArcFace. Ну, то есть просто, может, не умеем готовить. Там просто фишка, что, когда ты берешь это эвклидовое расстояние, оно может быть сильно пересекаться из-за того, что feature-e одинаковая, а косинус тебе дает уникальность. И последний вопрос, наверное, это просто пробовал или нет. Есть такое, поскольку вы там использовали Key Points, есть там Deformable Convolution, когда меняется, откуда брать? Есть Deformable Convolution, да. Пробовали вы их? Брало что-то? Нет, мы не пробовали Deformable Convolution, просто под что их пробовать? То есть мы брали обычно какую-то предобычную сетку, которая, ну, с обычными свертками, не Separable, не Deformable, то есть Deformable используется для Object Detection, когда нужно там улавливать какие-то там объекты, то есть оно там набрасывает. Но если мы пытались брать то есть не учить с нуля, а учить с ImageNet, то там свертки другие. А какой детектор был? Детектор был Retinonet сразу на 50. Спасибо большое за очень интересный доклад. У меня 4 вопроса. Я надеюсь, я их все не забыла. первый вопрос. Финальный лосс у вас был Ring Loss плюс Cross Entropy или нет? Это вопрос, наверное, к Диме нужно спросить. Хорошо. Но там был, по-моему, Cross Entropy плюс Ring. Второй вопрос. Вы пробовали писать или использовать One Cycle Learning Policy не из Fast AI, а из PayTorch'а какой-то? Мы не использовали. То есть код, который был у меня с Настей, это был Торчевский код. Код, который был у Димы, он использовал максимально готовый такой Python-стайл, все, что можно было там from Fast AI импорт звездочка. Да, но вы с Настей учили без Y? Мы не учились. Да, мы учили по мультистепу, мы учили просто пытались там всякие Cycle LR подбрасывать, все что угодно. То есть оно не особо набрасывало, а One Cycle мы не пробовали. Хорошо. Еще один вопрос. По поводу Hard Negative Mining. Вы делали Hard Negative Mining in Batch или по всему дату-сету? Мы делали как угодно. Мы делали и in Batch, мы делали и в конце, и мы делали на любой вкус. И что лучше было? In Batch? В итоге, то есть в нашем конечном решении у нас был по эпохе. То есть мы в конце эпохи делали прогон и решали, вот по сути находили соседей. И последний вопрос. По поводу New Whale. У вас что вы с ним делали? У вас это был один класс New Whale, вы его там как-то кластерингом что-то делали? Да, значит, вот для Метрика мы с ним делали ничего. Вот вообще ничего. Мы не придумали, как его можно использовать. Ну, то есть, а для классификации было так, что по вот как раз вот то, что я говорил, было два этапа. Был этап с валидацией и был этап без валидации. когда сетка размораживалась очень так, вот файн-тюнилась вот именно как в лучших домах, не просто там целиком и давай, а вот послойно размораживал Дима ее и вот там как раз на первом этапе подбирался порог для New Whale, а на втором этапе этот порог был использован по сути уже на инфренсе для без валидации сетки. А в классификаторе вы его вообще использовали или вы его убирали? Не использовался. Спасибо большое. У меня все. Потому что там были типа ин-класс дистанции очень большой, то есть там совсем разные были они. Спасибо большое за доклад. Вопрос был относительно New Whale, вы уже ответили. Теперь вопрос относительно проблемы с одним и тем же хвостом, но с разными ID. Вы не решили эту проблему или решили и как пробовали решать? Значит, мы пытались сделать так. Мы пытались сделать грязные хаки. грязные хаки были следующие. Мы пытались найти лики. Мы пытались и мы нашли какие-то. То есть можно было оказывается дернуть ID-шник правильный из предыдущего тестового, то есть предыдущего трейна, который был на том соревновании для некоторых хвостов. Для некоторых, но не для всех. То есть где-то мы меняли их положение, где-то мы делали махинации с положением, но по факту это можно было сделать не везде. То есть большинство, которые были, то есть там было на самом деле на форуме писали очень много всяких постов. Вот наш список дубликатов, вот наш список утечек, вот наш список того. Мы нашли этих, мы нашли пятых, мы нашли десятых, а вот еще двадцать, а вот еще сто. Ну, как-то так. То есть кто сколько нашел, кто сколько использовал. то есть это так вот было. Там было решение. Всего датасет это было не настолько весомо, да? Ну, датасет был, то есть было пять тысяч разных классов и картинок было там порядка девяти тысяч, восемь тысяч, по-моему. Вот. И то есть процент этих вот мисс матчей, ну, как раз вот это вот решило, наверное, на выходе. Кто сколько нашел, сколько отранжировал. Вот эта вот разница была. Понял, спасибо. Еще один вопрос. Чем именно занимался Дима O2U4 помимо того, что перепиливал то, что сделал Радек? Дима экспериментировал кучу всяких статей, повпиливал на самом-то деле. То есть изначально решение Радека это было такое взяли разнет и пообучили его с оверсэмплингом. По сути Дима переделал весь тот код, он там поприкручивал кучу всяких там модных штучек и по сути вот это вот он сделал. То есть там было очень много работ, который он сделал. Потому что по факту на выходе получились лучшие результаты, которые у нас были, это получил Дима. На основе того, что мы им дали, предобученное. вот. В кое еще запитание? Схоже, я не буду шарить новый линк. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok